Здравствуйте! В эфире новости на шестом канале. О самом важном в политике, экономике, бизнесе, культуре и спорте. Меня зовут Никита Каргаев. Сегодня в программе. Не пропал, а похитили. Но самое страшное уже позади. Савелия Роговцева нашли живым. Говорят, вообще для России за 10 лет существование Лизы Алерт это уникальный случай, единственный в своем роде. Из больничной палаты сразу на нары. Вот что бывает с теми, кто разгуливает по рынку с гранатой. По ходатайству следователей СК России в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Как заработать миллион? Ответ на этот вопрос теперь знает школьница из Мурома. Я не пыталась, я не гнала вообще раз за пироизм, каким-то за победой. Я это делала для себя. Савелия Роговцева нашли живым. Жуткая история с похищением первоклассника завершилась счастливым финалом. Мальчика искали волонтеры, правоохранители, спасатели и военные. К поискам привлекли даже Интерпол. И вот спустя почти два месяца Савелий дома, его вернули к маме и папе. Отец мальчика от волнения с трудом подбирает слова. Ждали, надеялись, верили до последнего. Огромное спасибо всем, кто принял участие. Лиза Алерт, Следственный комитет, полиция. Спасибо огромное за их работу. Практически круглосуточно. Состояние ребенка специалисты также оценивают как нормальное. После освобождения из рук похитителя мальчика отвезли в Камешковскую ЦРБ. Нам удалось пообщаться с дежурным врачом, который принимал Савелия. Савелий Роговцев из поселка Горки Камешковского района пропал 28 сентября. Его похитили средь бела дня. В тот день Савелий вышел из автобуса на этой остановке. На дом оставалось пройти каких-то метров 300, но домой мальчик так и не вернулся. Где-то по пути его встретил незнакомец. По данным следствия, 28 сентября 26-летний мужчина прибыл на автомобиль в деревню Горки. Увидев около пруда мальчика, он остановился и начал с ним беседу. После чего насильно посадил ребенка в автомобиль и отвез его в деревню, где и удерживал до освобождения. В этом доме 26-летний похититель удерживал первоклассника. Постройка с виду неприметная и больше похожа на нежилую. На участке кругом разбросан мусор и строительные материалы. Соседи говорят, что поселился здесь Дмитрий Копылов, так зовут подозреваемого в похищении, несколько месяцев назад. В доме он якобы делал ремонт и, судя по всему, первым делом занялся благоустраивать подвальное помещение. Именно там Копылов и держал Савелия. Выйти на злоумышленника российским правоохранителям помогли в Интерполе. Там сообщили, что информация о местонахождении ребенка появилась в так называемом Даркнете. Некоторое время назад к сотрудникам главного управления уголовного розыска Министерства внутренних дел России от зарубежных коллег по каналам Интерпола поступила информация о публикациях в теневом сегменте сети интернет, в которых сообщалось о мужчине, который удерживает у себя дома маленького мальчика. В ходе проведенных мероприятий эти сведения нашли подтверждение. По периметру всего здания, где держали мальчика, видны последствия ночного штурма. Всюду разбиты стекла, выбиты окна. Судя по всему, именно здесь врывались оперативники. Дом похитителя в деревне Макариха, можно сказать, находится на отшибе. Перед участком водоемы соседей поблизости немного. Некоторые дома закрыты на замок, по всей видимости, сейчас в них не живут. Похищение ребенка злоумышленник, по данным правоохранителей, готовил заранее. Помимо дома на окраине деревни, Дмитрий Копылов приобрел этим летом еще и машину. С соседями особо не общался. Сам он был с соседями, единственное, перебросить через забор. В 12 вставал, говорит, что ночь что-то колодил, он делал. Колодил что-то? Да, ну он ремонт сам делал полностью. Он под зиму этот дом переделал, на жизнь собирался. Одной из первых, кому удалось поговорить с Савелием Роговцевым после спасения, была как раз дежурная врачка Мешковской ЦРБ. Мальчик рассказал педиатру, в каких условиях содержался. Какие-то игрушки, пистолетики. То есть, мне дядя давал играть в пистолетики. Якобы была ванна, в ванне ребенка купали. Я его раза три переспросила, что за ванна. Потому что, я там, в частный дом, частный сектор, да, то есть, ванна, вот в ванну. То есть, купали в ванне. Ну, а кормили? Кормили. Ребенок, я вам все так говорил, он неистощенный, то есть, он совершенно нормальный. То есть, он не грязный, он надетый, опрятный, чисто был, да, то есть, ничего грязного на нем одета не было. Мама сказала, что штанишки, в которых он пропал, и кроссовки, все остальное было одето чужое. Но все было одето, не грязно, не чисто, не пахло, не запах, ничего. Причину похищения будут устанавливать следователи. Им еще предстоит разобраться в деталях этой громкой истории. Детский амбудсмен назвал спасение Савелия Роговцева настоящим чудом. Сегодня разговаривали с Лизой Алерт ночью. Мне говорят, что для России за 10 лет существование Лизы Алерта – это уникальный случай, единственный в своем роде. Почему? Потому что, как правило, такое большое количество времени, которое прошло, всегда заканчивается, к сожалению, трагически. Поэтому это, наверное, какое-то чудо. Уже утром после спасения Савелия семью Роговцевых навестили не только журналисты, но и правоохранители. Они опросили ребенка. Также с мальчиком и всей семьей будут работать психологи. По оценкам детского амбудсмена, восстановление психического здоровья ребенка после подобного обычно занимает до трех месяцев. Никита Кролев, Дмитрий Журавлев, Шестой канал. Жители Коврова, который пришел на Октябрьский рынок с гранатой, задержали. Напомним, 1 ноября ревнивец очень сильно захотел пообщаться со своей сожительницей. Пришел прямо к ней на работу и не с пустыми руками, а с гранатой. В ситуацию вмешался владелец одной из секций. Во время потасовки граната взорвалась. Пострадали двое граждан и сам виновник взрыва. Последнему оторвало половину руки. После инцидента всех пострадавших госпитализировали. Один до сих пор находится в больнице, а вот виновника взрыва уже выписали. И сразу же следователи предъявили ему обвинение в покушении на убийство общеопасным способом. В настоящее время по уголовному делу произведены осмотры, допросы, назначены экспертизы, а также проводятся иные необходимые следственные действия, направленные на объективность в стороне расследование преступления. По ходатайству следователя ИСК России в отношении обвиняемого избрану меры пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершенном преступлении он не признал. Мы снова начали умирать от коронавируса. Держались 11 дней, но с четверга кривая по летальным исходам снова поползла вверх. Три смерти за последние сутки, на одну меньше, чем накануне. Общее количество умерших от новой заразы во Владимирской области теперь составляет 284. Заболевших за последние сутки 126, на одного меньше, чем накануне. Всего больных теперь 11 925. В лидерах антирейтинга по заболевшим за последние сутки Владимир 25 новых пациентов. На втором месте Гусь-Хрустальный 18. Третье место антирейтинга у Мурома 14 новых ковид-носителей. Общая статистика по области выглядит сейчас так. Владимир 2136 случаев, Гусь-Хрустальный 1692, Муром 1380, Ковров 982, Петушки 931, Александров 885, Вязеньки 592, Юрьев-Польский 509, Собинка 471, Кольчугино 423, Суздаль 331, Меленки 300, Горховец 284, Красная Горбатка 268, Камешкова 216, Судокда 208, Киржач 177, Радужный 140 случаев. Что касается выздоровевших, то за минувшие сутки их 161 на 7 меньше, чем накануне. Переболевших коронавирусом в нашем регионе теперь 9 299. В рамках очередного еженедельного брифинга по эпидобстановке в регионе директор облздрава Елена Утемова дала несколько дельных рекомендаций владимирцам. Глава департамента здравоохранения начала свое выступление с обращения к горожанам. Из-за роста числа зараженных новой коронавирусной инфекцией Елена Утемова попросила жителей региона провести предстоящие выходные дома и не посещать общественные места. Также глава ведомства дала горожанам несколько советов. Какие меры безопасности нужно соблюдать, приходя с улицы домой. Как правильно утилизировать использованные маски. Почему не нужно про запас приобретать антибиотики. И чем лечиться от коронавируса в домашних условиях. Придя домой, сделайте обязательные вещи. Снимите перчатки при входе в квартиру. В первую очередь вымойте руки. Снимите маску, снова вымойте руки. Свою обувь обязательно после прихода с улицы обработайте. Пусть у вас около порога лежит коврик, который пропитан любым дезинфицирующим раствором, хлоросодержащим, которые в достаточном количестве присутствуют в наших магазинах. Протрите все ручки, к которым вы прикасались, дверные ручки. Обрабатывайте ваши входные двери. Сумки, которые вы принесли с продуктами, протрите салфеткой, которая пропитана любым дезинфицирующим раствором. Безусловно, еще в первую волну были рекомендации о том, что снятая маска, она должна быть желательно помещена в отдельный полиэтиленовый пакет. Этот пакет должен быть, соответственно, завязан, но только после этого она должна быть помещена в мусорный контейнер. Кстати, это касается не только нашего поведения в общественных местах, на улицах, но и касается нашего поведения, в том числе и в стенах собственного дома. Если вы сняли маску, ее надо завернуть, то есть сложить внутренней частью, свернуть, резиночкой завязать, все-таки утилизировать ее в домашних условиях, для того, чтобы мы не видели разлетающихся по улицам нашего города масок. Новая коронавирусная инфекция не лечится антибиотиками. Антибиотики абсолютно неэффективны, особенно на старте лечения. Севтриаксон, азитромицин, левофлоксацин, амоксицелин и прочие лекарственные препараты, которые сейчас активно скупаются в наших аптеках, они не работают в начале заболевания. Для этих лекарственных препаратов четко прописаны показания. Это присоединение бактериальной инфекции, которая диагностируется по целому ряду, в том числе лабораторных признаков. Поэтому не надо бежать в аптеку и искать эти препараты. Старт лечения новой коронавирусной инфекции в домашних условиях на сегодняшний день это комбинации из трех, точнее комбинации из четырех лекарственных препаратов. Это либо фавипиравир плюс интерферон альфа-интраназально, это гидроксихлорохин плюс интерферон альфа-интраназально или же умифеновир плюс интерферон альфа-интраназально. Вот эта стартовая базисная терапия, если она будет обеспечена каждому пациенту с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекцией или с подозрением на нее, позволит избежать назначения антибактериальных препаратов. Но я думаю, что как минимум у каждого второго, а может быть и большего количества пациентов. Итоговые сочинения 11-классники напишут не раньше апреля. Такое решение согласовано Рособорнадзором и Минпросвещение России и одобрено на заседание оперштаба по борьбе с коронавирусом. Напомним, что успешное написание итогового сочинения является для 11-классников допуском к ЕГЭ. Как сообщают в Рособорнадзоре, в связи с ухудшениями ПИД-обстановки, написание итогового сочинения решили отложить. Если ранее утвержденной датой было 2 декабря, то теперь написание сочинения состоится не ранее 5 апреля. Также из-за неблагоприятной эпидемической ситуации откладывается и итоговое собеседование по русскому языку у 9-классников. Оно пройдет в несколько этапов – 10 февраля и дополнительно 10 марта и 17 мая. Если ЕГЭ-обстановка останется такой же напряженной, то это собеседование по русскому у 9-классников пройдет в дистанционном формате. В Муроме на пожаре в многоквартирном доме спасли пожилую женщину. Возгорание произошло на первом этаже пятиэтажки. Пожарные выехали на место незамедлительно. По прибытии установили, что из окон однокомнатной квартиры идет дым. 10 жителей дома сумели эвакуироваться самостоятельно еще до приезда пожарных. А в самой квартире спасатели обнаружили на полу кухни женщину 1928 года рождения. 92-летняя бабушка была в полуоборочном состоянии, когда сотрудники МЧС вынесли ее из горящей квартиры. Пенсионерку на улице осмотрели медики. Сейчас старушка находится в реанимации одной из больниц Мурома. По предварительным данным у нее термические ожоги и отравление угарным газом. Огнеборцы не дали распространиться огню и в кратчайшие сроки им удалось локализовать, а затем и ликвидировать возгорание в квартире. В результате пожара огнем повреждена внутренняя отделка кухни и имущества на площади 3 квадратных метров. Предварительная причина пожара – аварийный режим работы электропроводки или электрооборудования. Сушение пожара от МЧС привлекалось 20 человек личного состава и 5 дней техники. Проект бюджета Владимирской области прошел обязательное публичное слушание. Из-за угрозы коронавируса в уже привычном онлайн-формате. Работа над главным финансовым документом выдалась напряженной. Свой отпечаток наложила пандемия и связанные с ней экономические проблемы. Бюджет области на 2021 год будет дефицитным. Запланированных доходов – почти 70 миллиардов рублей. Расходов – около 75 миллиардов. Дефицит – 4,6 миллиарда рублей. Крупную сумму – как минимум 450 миллионов – планируется зарезервировать и направить на борьбу с распространением коронавируса. Главная задача, по словам председателя ЗАГС Собрания Владимира Киселева, защитить жителей области и обеспечить стабильность. Потому что мы считаем, что все денежные средства, которые у нас предусмотрены в бюджете, должны быть направлены именно на те потребности, которые в первую очередь волнуют наших граждан. Понятно, что бюджет социально направленный, мы об этом уже говорили. Более 70% бюджета направляется на развитие здравоохранения, образования, культуры, других направлений социальной сферы. По итогам бюджетных слушаний, народные избранники предложили увеличить расходы на поддержку отраслей сельского хозяйства. Обратить внимание, по мнению парламентариев, необходимо и на обеспечение жителей региона лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, на то, чтобы своевременно заключать госконтракты на поставку лекарственных препаратов для лечебных учреждений. Также депутаты предложили администрации области увеличить объемы субсидий бюджетам муниципалитетов на программу формирования современной городской среды и рассмотреть возможность софинансирования из областного бюджета разработки документации и госэкспертизы по федеральному проекту «Чистая вода». Отметим, что впервые при формировании бюджетов на ближайшие три года учитывались пожелания жителей. Жители области могли проголосовать за те сферы, которые больше всего нуждаются в финансировании. По инициативе нашей фракции «Единая Россия» в законодательном собрании мы такое голосование организовали, как я уже говорил, на специальном сайте и в социальных сетях. Более 53 тысяч человек приняло участие в этом голосовании. И вот наибольшая проблема, которая сегодня волнует наших граждан, это строительство и ремонт дорог в городах и районах Владимирской области. Кроме того, в числе главных проблем, которые волнуют людей, строительство поликлиник и ФАПов, газификация и водоснабжение в сельской местности. Участники публичных слушаний отметили, что особенно важна слаженная совместная работа с органами исполнительной власти региона по совершенствованию бюджетного и налогового законодательства. Законодательство в сфере межбюджетных отношений. Особенно это касается мер поддержки малого бизнеса в условиях пандемии. Ряд законопроектов на 2021 год, касающихся предпринимателей региона, еще предстоит проработать. Речь про упрощенную и патентную систему налогообложения. Ко второму чтению бюджета депутат из Аксобрания рекомендует дополнительно предусмотреть на 2021 год субсидии муниципальным образованием на местные дороги. Не менее 1,2 миллиарда рублей. Кроме того, рекомендовано предусматривать межбюджетные перечисления городу Владимиру как административному центру области. В сумме не менее 55 миллионов рублей ежегодно. Создавать условия для развития автотуризма в области. О необходимости этого заявило руководство региона на первом международном форуме по автотуризму. Он состоялся в Суздале. Участие в нем приняли и те, для кого путешествия на автомобиле уже стали частью жизни. Среди них Владимир Соловьев. Европа, Россия, Китай, Монголия, Марокко. Автотурист преодолел на данный момент почти 2 миллиона километров. А 10 лет назад открыл фирму по производству автомобилей для тех, кто любит путешествовать на своих колесах. Опытный турист говорит, что одна из главных проблем для развития автотуризма в России – отсутствие качественных лагерей для автопутешественников, а также низкая покупательная способность. Ой, их нету, их нету. Единицы в кемпинге. Как здесь. Совсем мало. Желание есть. Нету возможности в России. Пока, пока. Рынок не готов к покупке машин. Мы создали машины, но они заинтересованы Скандинавией, Аляска, Канада. Между тем, в Европе почти четверть всего объема туризма приходится именно на автотуризм. Среди целей форума не только поделиться лучшими практиками, но и приблизиться к европейским показателям. Среди конкретных мер поддержки автотуризма – упрощенная система получения визы в Россию. Об этом по видеосвязи рассказала руководитель Ростуризма Зарина Дагузова. Премьер-министр России уже подписал все необходимые документы относительно введения в Российской Федерации со следующего года режима электронной визы по всей стране, по 52 стран. Вы знаете историческое для российского туризма решение было принято в президенте Российской Федерации в прошлом году. Все необходимые процедуры формальные уже завершены. Среди условий для привлечения автотуристов в регион – гастрономическая карта области. В регионе уже немало блюд и местных кухонь, которые хорошо знают туристы, приезжающие отдохнуть во Владимирскую область. Об этом рассказал директор одного из местных ресторанов. Гастрономическая карта началась в Владимирской области. Мы первые. То есть у нас было больше времени, больше возможностей для экспериментов, для находки тех именно продуктов, которые сейчас на данный момент уже вышли на рынок. Развитие инфраструктуры, субсидии при строительстве новых гостиниц – грантовые меры поддержки. Региональные и федеральные чиновники готовятся создать наиболее благоприятные условия для развития автотуризма по России в целом и во Владимирской области в частности. Золотое кольцо как маршрут, давно известный, и Владимирская область, Владимирско-Суздальская земля давно являются центрами притяжения автопутешественников в первую очередь. И дополнительное развитие инфраструктуры, которую, я уверена, мы с регионом вместе продолжим реализовывать, позволит еще увеличить интерес автопутешественников к перемещению по Владимирской области. Уже сформировали пул мероприятий конкретных, да, у нас есть инвесторы под эти мероприятия, поэтому мы это будем сейчас развивать, конечно же, с помощью федерального агентства. Для нас внутренний турист открылся с новой стороны, и огромное количество внутренних туристов, соответственно, поехало уже в города Золотого кольца в первую очередь, да, ну и на территории России туристический поток увеличился за счет внутренних ресурсов, было перераспределение, да, те, кто ездил за рубеж, теперь ездят внутри России. И для нас это новый толчок дает и на будущее. Исполняющий обязанности губернатора добавил, что область поддерживает и считает необходимым утверждение в следующем году нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Он содержит конструктивные предложения. Они помогут вывести отрасль туризма на новый уровень. Международный форум в Суздале проводится в рамках подготовки к международному фестивалю по автотуризму. Он пройдет в 2022 году. Фестиваль позволит раскрыть туристский потенциал нашей страны для нескольких миллионов автопутешественников из стран Европы, Турции и Китая. А также придаст импульс активному развитию автотуризма во многих регионах России. Алексей Домнин, Александр Мажаров, Шестой канал. Выиграла один миллион на президентском конкурсе. Владимир Киселев в ходе рабочей поездки в Муром заглянул в одну из школ, где учится финалистка всероссийского конкурса «Большая перемена», который проходит при поддержке президента России Владимира Путина. Анастасия Серова одна из победительниц. Девушка учится в 11 классе и говорит, что когда шла на конкурс о победе, и не мечтала. Я не пыталась, я не гналась вообще за пироизм, каким-то за победой. Я это делала для себя. Когда я поехала в Ярославль, у меня было меньше всех баллов. Я подумала, что ну просто я покажу себя, какая я есть. Делала все от души, мне было очень интересно. Мне было сложно. Да, был полностью загружен весь день, но мне это нравилось. В ходе конкурса школьники смогли встретиться с успешными людьми, а также в режиме видеосвязи ребята пообщались с Владимиром Путиным. Стоит отметить, что на всероссийском конкурсе приняло участие более миллиона ребят со всей страны. А из Владимирской области заявки на участие подали чуть больше трех тысяч школьников. В том числе и Анастасия. Девушке повезло, она прошла в полуфинал, где представила проект по экологической грамотности среди детей. Мы пытались им с детства внушить, что нужно греть природу, то есть сортировать мусор. Но затем последовал и финал. Там Анастасия представляла еще одну свою идею. Как у подростков развить предпринимательскую жилку. В школе, где обучается девушка, отмечают, что Анастасия всегда была лидером. А конкурс стал для нее способом самовыражения. Настя очень активный человек. Она уже давно работает в школьном самоуправлении. С 2018 года она является президентом школьного детского общественного объединения. И я думаю, что для нее не было чем-то новым. Участвовать в разных конкурсах, акциях. Действительно, она включилась в эту работу с интересом, с энтузиазмом. Тем более, на самоизоляции было мало занятий. Финальный проект Анастасии Серовой высоко оценил и Владимир Киселев. Председатель ЗАГСа Брания отметил, что в области много творческой молодежи, которую региональный парламент всячески поддерживает. Ребята могут реализовать свои идеи на таких площадках, как школа юного законотворца, молодежная дума и совет молодых депутатов. Любой конкурс – это развитие творчества детей. И, конечно, вот этот конкурс, который был у нас под предпонажем президента Российской Федерации Владимира Владимира Владимировича Путина, конкурс под названием «Большая перемена», это очень интересный конкурс для всех детей, наверное, нашей страны. Вот это предпринимательство, эта инициатива, она должна приветствоваться, потому что здорово, когда человек сам себе зарабатывает денежные средства и когда может прокормиться сам, прокормить свою семью. И когда это прививается уже, так скажем, с юношевского возраста, мы считаем, что это правильно. По итогам конкурса Анастасия стала одной из 300 финалисток, выигравших главный приз – 1 миллион рублей. Деньги можно потратить на обучение или приобретение недвижимости. За успехи на конкурсе девушку наградил и Владимир Киселёв. Анастасии вручили грамоту и памятные часы от Законодательного собрания Владимирской области. Екатерина Филипова, Шестой канал. Это всё, о чём мы успели рассказать вам сегодня. Если вы стали свидетелем чего-то экстраординарного, то набирайте номер 36 66 66. Если у вас есть темы для журналистских расследований, то звоните по телефону 54 10 30. Ещё больше информации вы найдёте на нашем сайте 6tv.ru. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова